Всем привет! Сегодня я продолжу обзор конкурсных работ и опять же немного покомментирую работы участников. Итак, работа занявшая 10 место. Название Подводный Афроканьон. Объем 220 литров. Тяжело конечно комментировать аквариум, который сам полгода назад и собирал, а также и запускал. И в данном видео он отличается разве тем, что немного по-другому переставлены камни и изменился видовой состав населения. Тут использовался карпатский камень, который, понятное дело, не встречается в африканских озерах. Так же, как и в предыдущих работах присутствует оборудование, хотя и максимально замаскированное справа за большим камнем. К слову, камушек этот весит 36 килограмм. Можно заметить, что песочек очень чистенький. Все потому, что было потрачено много времени на настройку течения. Так же в аквариуме микс из подростков малави и американской цихлиды, что не есть хорошо и правильно с точки биотопности. На первый взгляд может показаться, что тут мало укрытий для рыбы, но на самом деле там очень много щелей между крупными камнями, где есть укрыться более славным особям. Девятое место. Название Lake of Stars, то есть озеро звезд. Объем 576 литров. Так же, как и в предыдущей работе, используется карпатский камень, но немного другой фактуры. Все хорошо в этом аквариуме, только не хватает изюминки. Вроде и композиция из камней есть, но выставлена она так, что для рыб абсолютно нет никаких укромных уголков. Камни расставлены без малейшего намека на попытку собрать цельную композицию. Состав рыбы немного подкачал. Синодонтисы тут не очень уместны, как и один из самых агрессивных видов буны. Мелонохромис ауратус, который по мере роста просто повыбивает всех остальных малавийцев. Так же присутствуют искусственно выведенные формы, такие как снежный принц и мультикалоры. Что так же не добавляет аквариуму баллов в плане биотопности. Восьмое место. Название работы «Моя Амазонка». Объем 583 литра. Интересный аквариум с очень оригинальной композицией из коряжника. Дедовой состав, конечно, намешан. Там обитатели не только из Амазонки. Со временем чернополосая цихлозома и цихлозома фламинго станут кормом для рованы. Метинисов бы тоже стоило содержать стайкой, а то он там один жмется как сирота в одиночестве. По растениям можно сказать, что аквариум молодой, потому как криптокарина уже бы за 2-3 месяца разрослась как дурная и выгодно бы затенила поверхность. А так, пока аквариум смотрится пустоватым. Также присутствует оборудование, хотя автор и постарался скрыть его. В целом, аквариуму есть еще куда развиваться. Седьмое место. Название «Скалистые берега Малави». Очень интересный аквариум на 1100 литров, в котором есть своя изюминка из композиции камней, выложенных по нисходящей. Но тут отчетливо видно, что в угоду дизайну треть аквариума, а это без малого 350 литров, просто рыбой не освоена. И вся рыба держится в районе камней, лишь изредка выплывая на левую сторону аквариума на открытую воду. Из минусов это то, что в аквариуме видно везде оборудование, а также присутствуют виды из других регионов. Это Аплахромис Ниерири из озера Виктория и Трофеус Бембо из озера Танганика. Причем состояние у него совсем, смотрю, какой-то такой неахти. Также коломбарский коломаихт, который тактично срулил под камни в начале видео, чтобы не портить цельность картины. Интересно, ему хоть что-нибудь перепадает из еды во время кормежки? Шестое место. Работа под названием «В ожидании дождя». Объем 66 литров. Вот такой вот резкий переход от голых камней и песка к зелени. Глаза сразу отдыхают. Кто сказал, что это не циклидник? Тут плавают карликовые циклиды. Апистограммы Ромерези. Очень красивый аквариум, которому, конечно, место больше не на конкурсе среди травников, но, судя по достоинству, оценили данную работу. Очень красивый аквариум. Аквариум с композицией из растений и до коньего камня. Из минусов явных это наличие внутри оборудования. Тот же дропчекер можно было убрать с фронта аквариума. Заборные трубки прикрыть кабомбой или что-то там такое растет в правом углу у стенки. Думаю, если бы оборудование было убрано, аквариум мог бы набрать еще несколько баллов дополнительных. Пятое место. Название работы «Синевир». Объем 200 литров. Кто не в курсе, Синевир – это озеро такое в украинских Карпатах, расположенное на высоте тысячи метров над уровнем моря. Никаких взаимосвязей между Малавией и Синевиром не вижу. Там кроме раков и мелкой форели больше ничего не водится. Ну, да это придирки. Из минусов опять все тоже. Оборудование повсюду и неизвестно, как заплывший в этот Синевир из озера Тенганика вам прологус апельсиновый. Также я бы удалил из этого аквариума вот этих полосатых питбулей – меланохромис ауратус. В целом, интересное решение по разделению аквариума композициями на две зоны. Очень красивая фактура Карпатского камня. Четвертое место. Название работы побережья Тенганики. Объем 530 литров. Колотый черный базальт не совсем подходит сюда. Лично мое мнение – оформление хромает на обе ноги, а сзади еще и костыль подволакивает. Единственное, на чем данный аквариум выехал на четвертое место – это богатый видовой состав представителей озера Тенганика. Согласитесь, не каждый день встретишь в аквариуме такое количество видов циклит озера Тенганика. Из минусов, а замечу только, что для такого количества рыбы очень мало укрытий получилось. Ну и очень тонкий слой грунта и немного крупноватая фракция. А в целом, очень интересный аквариум. Третье место. Объем 100 литров. Название – поля любви, ненависти и ракушек. Чтобы понять смысл названия этой работы, нужно иметь себе представление о том, какие интриги в природе разворачиваются среди этих рыбок за обладание коллекцией ракушек. Хороший устоявшийся аквариум с карликовыми циклидами ракушковыми. Выполненный очень даже биотопно. Даже налет на камнях говорит о том, что аквариум уже отнюдь не первый день. Оборудование хитро упрятано за фальш стенку, что добавляет к нему эстетического вида. Из минусов разве что могу отметить, что рыб фактически не видно и не указано их количество. Ну и ракушки отнюдь не из озера Тенганика. Второе место. Угловой аквариум на 160 литров. Название работы – затопленный лес в Амазонии. Вот так вот. Шах и мат любителям африканских циклид. Неопытные аквариумисты могут удивиться и задать резонный вопрос. При чем тут скалярий к конкурсу среди циклидников? Ответ прост. Скалярий также относится к циклову. В данной работе видна рука отнюдь не мальчик, но мужа. То есть, человек знал и понимал, чем он хочет добиться в аквариуме и что хочет показать. Я считаю, что у него это удалось. И мнению жюри это также подтверждает. В данном аквариуме автор работы попытался восстановить природный кусочек затопленного леса во время разлива Амазонки. И пускай этот аквариум не пестрит разнообразием ярких цветов, тем не менее, автор показал во всей красе, что такое биотопный аквариум. Из минусов можно отметить белый налет, который появляется на плохо выдержанных корягах. Но самое смешное, что именно так оно в природе и есть. Также, лично, как по мне, автор чересчур замутил воду. Легкой взвеси было бы достаточно, чтобы подчеркнуть скрепление к биотопности. Ну и потеки от капель воды на стеклах тоже не добавляют красоты. Но это все такие мелочи на фоне остальной работы. Лично я бы присудил этому аквариуму первое место. Но судьи видят это все иначе. Ну и вот, наконец, мы добрались до первого места. Аквариум объемом 110 литров под названием озеро Танганика, песчаная отель. Если сравнивать с предыдущей работой, занявшей второе место, то очень чувствуется схожий почерк. И это действительно так. Автором работ, занявших первое и второе место, является один и тот же человек. И сейчас я, чтобы не говорить от себя тяну, просто зачитаю описание работы, которая прилагалась к фото и видео. Итак, в этом аквариуме обитают два небольших вида ракушковых цихлит из озера Танганика. Одним из них является неоломпрологус мультифасеатус. Это маленький вид, образуя колонии вокруг скал или ракушек. Самцы живут и размножаются с несколькими самками. Родители живут вместе со своим потомством. Другим видом является ломпрологус оцеллатус. Они предпочитают формировать пары в менее населенных районах, где самка выбирают раковину для создания своего дома и будущего места размножения. Они предпочитают песчаные осадочные зоны, где создают свои дома и охраняют территории. В аквариуме воссоздана песчаная зона с небольшим количеством камней. Такой подход позволил разграничить области обитания различных колоний, поэтому эти два вида прекрасно сосуществуют без проблем, так как каждый из них занимает определенное место, а число укрытий превосходит количество обитателей. В качестве декорации использовались раковины виноградных улидах, сопоставимых по размерам с оригинальными раковинами неотаум, а также текстурные камни. Воздержусь от комментариев по поводу работы, так как работа выполнена действительно на высоком уровне. Ну и от себя хочу поздравить победителей конкурса. Это Фроленко Евгений из города Витебск, Республика Беларусь, занявшего третье место, и Родовский Константин из города Харьков, Украина, работы которого заняли первое и второе место. Еще раз выражаю благодарность спонсорам и партнерам конкурсов, а именно торговым маркам Золотая Рыбка, Райвал Аква и Калар. Ну и огромное спасибо всем участникам, которые прислали свои работы. Надеюсь, в следующий раз все постараются, приложат больше усилий и учтут свои прошлые ошибки. Все ссылки на конкурс в описании к видео. Всем спасибо за просмотр, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, присоединяйтесь в группу в Facebook. Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!